Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как правильно хранить и ухаживать за готовой картиной с масляной живописи. Прежде всего, не стоит забывать о том, что масляная живопись очень долго сохнет. Это может длиться и год, и два. Поэтому, если ваша картина молодая, то ей просто необходим солнечный свет и воздух. И упаковывать в непроницаемые упаковки или рамы со стеклом свежие картины категорически нельзя. Упаковка может создавать эффект парника, и красочный слой может отслоиться. По прошествии срока, от нескольких месяцев до двух лет, в зависимости от техники исполнения и толщины красочного слоя, картины обычно покрывают защитным лаком для картин. Лаки бывают разные по составу и матовости, по цене, и самым популярным из них является домарный лак. Перед нанесением лака картина следует очистить, конечно же, от пыли и грязи, и помнить о том, что лак тоже сохнет некоторое время, поэтому картине будет необходим воздух. Впоследствии иногда картины помещают под стекло тоже в целях защиты. Лучше всего масляная картина сохраняется на стене в светлом чистом и сухом помещении. Необходимо, чтобы на картину не попадал яркий прямой солнечный свет, а от прямого света некоторые пигменты выцветают. Самый лучший свет рассеянный. Также можно применять специальную подсветку, лучше всего лампами, которые не греются и не искажают цвета. Самое страшное для любых картин это резкие перепады температуры. Конечно же, дома практически нереально создать музейные условия, но некоторые принципы все же лучше знать. Оптимальная для живописи температура хранения это плюс 19-21 градус. Идеальная влажность 50-55 процентов. Картина без стекла нельзя держать на постоянном сквозняке, но при этом свежий воздух все же очень необходим. Дым сигарет, копоть, автомобильные газы усиливают загрязнение, приводят к необходимости реставрации. Нельзя стирать с картины пыль той же тряпкой, которой вы пользуетесь для мебели или для рамы картины. Не следует мыть картину мылом, не зная состава этого мыла. И категорически не рекомендуется освежать картину маслом или керосином, не имея на то специальных знаний. Каким же должен быть повседневный уход? Удаление пыли и удаление грязи. Прежде всего, это сухая чистка. Если верхний слой окончательно высох, то картину можно просто протирать сухой фланелью. Если картина на холсте, натянутом на подрамник, нужно стараться, конечно, не продавливать холст. Если же основа жесткая, арголит, картон, доска, металл и так далее, то в принципе такие предосторожности не нужны. Второй способ это чистка водой для удаления более сильных загрязнений и жира. Перед чисткой необходимо убедиться, что на картине нет трещин в красочном слое. Если трещины есть, то чистить этим способом, конечно же, нельзя. Для очищения можно использовать мягкую тряпочку, фланель, ватные диски или же, если живопись реефная, можно использовать мягкую зубную щетку для каких-либо труднодоступных участков, но с большой осторожностью, так как некоторые пигменты могут оказаться менее стойкими к протиранию. Тряпочку следует намочить и хорошенько отжать. Она должна быть не мокрая, а лишь немного влажная. Третий способ очищения с помощью мыльного раствора, в том случае, если вода не помогла. В целом правила такие же, как для чистки водой, но кроме того, вода используется теплая, раствор мыла не должен быть чересчур сильным, а мыло используется не щелочное. После чистки можно нанести каплю ненового или макового масла, тщательно и аккуратно растеревивая его чистой тряпочкой, излишки также аккуратно удалить. Этот способ освежает цвета. Само собой, нельзя использовать никакие отбеливатели, перекись, порошки и пятновыводители, что невозможно очистить. Если картина старая и пожелтела, скорее всего, ее писали, смешивая пигмент на льняном масле. Это масло наиболее популярно и у старых мастеров, и сегодня. Но с годами льняное масло окисляется и придает живописи желтоватый музейный оттенок. Невозможно очистить картину, если по прошествии десятилетий и даже столетий некоторые цвета изменяются и темнеют. Это связано с химическим составом красок и взаимодействием их между собой в некоторых комбинациях. Невозможно очистить картину, если она выцвела. Выцветают со временем любые картины. Масляная живопись в этом отношении наиболее стойкая и этот дефект не самый быстрый по времени, но тем не менее такое возможно. Масляная живопись – одна из наиболее долговечных техник, покрытая лаком картином, при правильном уходе долгие года и даже десятилетия может сохраниться в неизменном виде и радовать вас.